Ну и всем привет, с вами Робин. Сегодня мы посмотрим на журнальчик по Hidden Side. Это у нас второй выпуск за 2020 год. Ну что ж, погнали! Ну и как вы знаете, на моем канале нет ни одного обзора на серию LEGO Hidden Side. Это мой будет первый обзор и второй по совместительству журнал. Так что давайте сегодня на него посмотрим, распакуем и посмотрим, что это вообще за серия. Потому что я с ней не особо-то и знаком. Ну, первое, что я вижу, это то, что тут две разных мини-фигурки. Потому что должна быть вот такая, вот такая одержимая байкерша. А положили нам эльфуэг. Ну, как бы да ладно, это такой вот, можно сказать, минус журналов по Hidden Side на протяжении двух месяцев. То есть на протяжении двух журналов. Прошлый журнал был вот с этой мини-фигуркой, а этот журнал вот с этой. Ну, как бы ладно, бывают ошибки. Ну, давайте же распакуем этот журнал. Погнали! Ну, и по нашей старой доброй традиции предлагаю сначала посмотреть на журнальчик, а потом посмотреть саму мини-фигурку. Давайте же начнем. Первое, что мы видим в журнале, это, конечно же, рисунки. Кстати, странно, рисунки раньше были в конце. Сейчас они в начале. Ну, да ладно. Дальше у нас идет вот такое вот оглавление. Ну, и как я ранее говорил, этот журнал о другой мини-фигурке. Так что удивляться, что тут нарисована другая мини-фигурка, не надо. Дальше у нас идут всякие головоломки, но я их, в принципе, пропущу. Ну, и тут комикс. Комикс я зачитывать не буду. Вы, если хотите, можете остановить и, в принципе, сами почитать. Так что я буду просто переворачивать страницы. Так, ну, в принципе, картинки интересные. Дальше у нас идет, опять же, угадай, точнее, найди пять отличий. Дальше комикс. Ну, в принципе, как я вижу, тут очень клевые арты. Дальше у нас идет вот такая головоломка. Дальше у нас идет рекламка набора из первого полугодия 2019 года. Ну, прикольный набор. Я даже хотел его себе купить, но как-то не купил. Дальше у нас идет тоже какая-то головоломка. И вот тут вот идет постер. Вот такой вот. Ну, кстати, если бы не было надписи, то был бы прикольный постер. Ну, так, в принципе, сойдет. Дальше идет тоже головоломка. Ну, и тут тоже, опять же, головоломка. А вот тут уже пошли наборы из второго полугодия. Тоже довольно клевые. Ну, вот я сейчас смотрю комикс очень клевый. Потому что вот такие вот клевые новые арты. Прям топовые. Дальше у нас идет какая-то информация про персонажей, как я вижу. Очень много головоломок в журнале по Hidden Side. Ну, и дальше идет анонс нового выпуска журнала по Hidden Side. Это вот такой вот клевый призрак. Ну, что могу сказать. Может быть, даже куплю из-за динамита и из-за его вот такой вот головы с каской. Мне, в принципе, понравилось. Дальше тут можно писать письмецо кому-нибудь, если вы хотите тут ответы. Вот, дальше. Не знаю, как это повернуть. Ну, наверное, вот так. Ну, и, наверное, сам журнал мы посмотрели. Погнали смотреть на мини-фигурку. Ну, и вот он, Elfo Ego. Давайте же на него посмотрим поближе. Кстати, его сборку можете видеть вот тут вот. Ну, давайте же начнем. Первое, что я хочу сказать про эту мини-фигурку, это, конечно же, про его принты. Принты здесь просто шикарные, просто бесподобные. Потому что один принт вот на каске, его на защитном шлеме, чего стоит огонь, с вот такой вот мишенью. Принт просто шикарен и, ну, такая маленькая ностальгия по серии Lego Racer 2011 года. Там тоже был такой принт, похожий на каске. Дальше идет тортик. Тортик с ногами тоже запринтован очень хорошо. Он, наверное, механик какой-то, потому что у него есть тут гаечные ключи, тут смазка какая-то, бейджик. Ну, в общем, запринтован хорошо. Также имеется принт сзади, но он довольно примитивный, две полоски, то есть такие принты делали даже, наверное, в годах 2000-х. Дальше у нас идет его аксессуар. Аксессуар это, наверное, огнетушитель, потому что в комплекте к этой мини-фигурке клали вот такой вот, не знаю, огонек такой маленький, пожарчик. Ну и у этой мини-фигурки есть второе выражение лица. Давайте на него посмотрим. Вот такой вот боящийся огня с пластырем. А первое вот такое вот с ухмылкой тоже с пластырем. Ну и, наверное, на мини-фигурку мы посмотрели. Я предлагаю переходить к итогам. Ну и что же мне хочется сказать по итогу о данном журнале? Журнал получился 50 на 50. Мни-фигурка мне понравилась и, в принципе, ради нее и стоит брать этот журнал. А вот постеры, головоломки и сам комикс, ну, как-то мне не очень зашли. Потому что раньше было как-то побольше комикса и поменьше головоломок. Сейчас же наоборот, комикса стало меньше, а головоломок больше. Мне это не нравится, но, конечно, тем людям, которые решают, ну, разгадывают головоломки, это будет, ну, как бы, плюсом. Мне нравится больше комикс, так что, ну, где-то за журнал ставлю из 10, ну, пятерочку. А вот мини-фигурки из 10, наверное, семерочку, и, в принципе, меня она полностью удовлетворяет, и я ее даже советую к покупке. Но, опять же, если этот журнал у вас продается в городе, потому что выходил он, по-моему, недели 4 назад или 3, не помню уже. Но, в принципе, он довольно новый, и, в принципе, найти его не составит большого труда. Так что, наверное, все уже сказал, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте вот такие вот лайки, обязательно посмотрите этот ролик, ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok